Как же развивать устойчивый туризм горной местности, основываясь на международных и местных практиках? Предлагаю рассмотреть этот важный вопрос на примере горного курорта «Роза Хутор» и Евразийского альянса горных курортов. Около двух миллионов гостей посещает курорт «Роза Хутор» ежегодно. В зимний сезон курорт предлагает 105 километров высоко подготовленных трасс. 18 тысяч человек в день пропускная способность курорта, 404 пушки искусственного оснижения, 1 километр 535 метров максимальный перепад высот, 32 подъемника и 2500 максимальная высота катания. Горный курорт «Роза Хутор» — первый курорт в России с собственной программой устойчивого развития. Мы выделяем 7 ключевых направлений работы. Уникальное впечатление, сохранение природы, сотрудничество и партнерство, забота о будущем поколении, ресурсная эффективность и управление отходами. Как результат многолетней работы в рамках программы устойчивого развития, горный курорт «Роза Хутор» в 2018 году подписал меморандум о сотрудничестве с горным курортом «Шимбулак». В апреле 2021 года подписали меморандум с курортом «Амирсой». 8 июня 2023 года на федеральной территории Сириус, Сочи, на Евразийско-Азиатском экономическом форуме был подписан меморандум о сотрудничестве и намерениях создания Евразийского альянса горных курортов. Стороны создадут платформу для развития устойчивого туризма на евразийском пространстве. Горный курорт «Шимбулак», горный курорт «Роза Хутор» и горный курорт «Амирсой», сохраняя и приветствуя открытость к присоединению альянсу для присоединения всех горных курортов на евразийском пространстве. Горный курорт «Роза Хутор» расположен в 45 километрах от Черноморского побережья на южном склоне хребта Ибга вдоль по Кавказскому хребту между долинами рек Мзымта и Псоу. Горный курорт «Шимбулак» расположен на хребте Заэлийский Алатау, принимает соревнования по горнолыжному спорту с 1950 года и имеет самый высокий ночной горнолыжный склон в мире. Протяженность раз 25 километров, максимальный перепад высот 960 метров. Горный курорт «Амирсой» расположен на отрогах Четкальского хребта западной части Тяньшанских гор. Протяженность курорта 16 километров трасс и максимальный перепад высот 700 метров. Цели создания альянса. Первое – это поддерживать традиции добрососедства, дружбы и взаимопонимания, способствовать стратегическому развитию туризма на евразийском пространстве, продвигать и активизировать всесезонный горный туризм для всех категорий граждан, содействовать совместному развитию горных курортов на основе сотрудничества, обмена необходимой информацией и передовым опытом. Повышать профессиональную квалификацию работников горных курортов, разрабатывать общие подходы к стандартам безопасности и информированности туристов, сохранять и продвигать природное и культурное наследие стран-участниц, популяризировать здоровый образ жизни. А первые очередные проекты альянса – это организация межгосударственного туристического маршрута, проведение ежегодного фестиваля горных курортов Евразии, учреждение премии «Горы Евразии», проведение ежегодной конференции «Природный туризм. Глобальные вызовы и перспективы», создание клуба активных журналистов Евразии, включая проведение ежегодных встреч клуба стран-участниц, создание евразийских пешеходных горных маршрутов и проведение ежегодных форумов ассоциации, создание и продвижение главных спортивных и музыкальных фестивалей Евразийского альянса горных курортов. Самое главное – это создание корпоративного университета альянса, направления стандарты и профстандарты, образовательные программы, продуктизации, процессуальный аудит и кадровый ассессмент – банк лучших практик. Спасибо, Аркадий. Очень интересный пример. Пока еще такого, кажется, не было. Альянса, но мы видим, что там очень много интересных задач и целей поставлено. Но вот мой вопрос из двух частей будет состоять. Во-первых, у вас был один слайд, который вы назвали «Наша собственная программа по устойчивости». Интересно узнать в двух словах, что есть эта собственная программа. Наверное, она все равно идет в рамках целей в области устойчивого развития, то есть вот этих глобальных программ. И раз вы все-таки первый инициатор этой программы в альянсе, то есть ли в повестке альянса какое-то дальнейшее сотрудничество именно по линии устойчивости? Да, сейчас. Сейчас секундочку покажу вам. Как пример, в первоочередных проектах Евразийского альянса горных курортов мы видим, что планируется проведение ежегодной конференции «Природный туризм, экология и охрана окружающей среды», которая будет из года в год курсировать по курортам, входящих в состав Евразийского альянса горных курортов. Это первый момент. Второй также. Нас всех интересует забота о будущем поколении. И курорт «Роза Хутор» организовал детскую академию и зимний детский фестиваль «Хуторенок», который уже второй год и в летний сезон показывает очень хорошие результаты. Горнолыжный фестиваль очень интересный. И именно обсуждая эти моменты и делясь опытом с нашими партнерами, коллегами, мы, думаю, вместе выйдем на новый уровень безопасного и интересного пребывания на курорте как нашего будущего поколения, так и их родителей. Спасибо. Я сам катаюсь на курорте «Амерсой». Я, наверное, буду очень рад в какой-то момент увидеть какие-то признаки устойчивых практик. Я буду понимать, откуда ноги растут. Это от партнера «Роза Хутор». Ну что, спасибо, Аркадий, большое. Спасибо. Спасибо большое, Аркадий.